Работа с молодежью в части занятости и трудоустройства проводится не на должном уровне. Такой вывод сделал Акимобласти Галий Скалиев, раскритиковав существующее управление на аппаратном совещании. На встрече также рассмотрели проблемы передачи объектов коммунальной собственности в доверительные управления и вопросы безопасности на дорогах. Уровень безработицы по области на сегодняшний день составляет 5%. Среди молодежи этот показатель чуть ниже. По словам спикера, общественными работами охватили 764 человека данной категории. Более 100 молодых людей привлекли к социальным работам сроком на 12 месяцев зарплаты в 110 тысяч тенге, из которых 35% субсидии. Стоит отметить, что это не только помощь безработным, но и поддержка работодателей, которые экономят средства за счет государства. 84% работодателей из частного сектора. 1112 человек работают в рамках программы «Молодежная практика». На реализацию проекта первое рабочее место на текущий год выделено 134 миллиона тенге. На постоянную работу трудоустроены 155 безработных и людей категории НИИД. Трудоустройство, информационно-разоснительная работа и обучающие курсы также организовали и со стороны Управления по вопросам молодежной политики, в том числе проекты Жасл-Ели и взаимодействия с бизнесом. Однако глава области подверг критике деятельность молодежных ресурсных центров и в целом работу с молодежью, отметив необходимость уделять внимание качеству обучающих курсов, приглашая лучших коучей и тренеров. Мне в отчетах не надо говорить. Провели 203 мероприятия, 10 тысяч людей участвовали, именно конкретный результат нужен. Наши молодежные ресурсные центры с 9 утра до 9 вечера там молодежь должна не выходить. Теперь жизнь должна. И по подготовке кадров тоже поручал Управлению молодежной политики с нашими воспринимателями молодыми четко определить, какие специальности им нужны, специалисты в каком количестве. И через наши колледжи, если необходимо, поменять направление специализации, и именно под нашу молодежь тоже эта работа провалена. Поэтому сейчас руководитель аппарата я поручаю ответственность управления по молодежной политике рассмотреть, если поручения были конкретные и не выполнены, значит, на этом искать не будет. По второму вопросу из 1204 объектов по области 334 могут передать в аренду бизнесу. Так, за последние 4 года поступления от аренды составили около 500 миллионов тенге. Что касается доверительного управления, в регионе действует 60 договоров. На текущую дату вложения доверительных управляющих по итогам годовых отчетов за счет использования доверенного имущества составляет 324 миллиона тенге. До конца завершения сроков доверительного управления, конкретно прописанные в договорах вложения, на аналогичные мероприятия будут составлять 282 миллиона тенге. И кроме того, в договорах имеются обязательства, без указания в них конкретных сумм вложений, реальный размер инвестиций по ним будет определен лишь после их исполнения. Также спикер озвучил и проблемные вопросы. К примеру, по двум объектам условия не выполняются. Имеют место некачественная разработка условий отраслевыми госорганами, предоставление некорректной информации по объектам. На данный момент доверительное управление планирует передать 8 объектов. За последние два года по Уральску в доверительном управлении 10 объектов, все без права выкупа. За это время в казну от них поступили 12 миллионов тенге. В этом году в аренду передали 32 объекта. За 8 месяцев от них поступило около 18 миллионов тенге. До конца года планируем еще 3 объекта передать в доверительное управление. За последние 8 месяцев года на дорогах области зарегистрированы 205 ДТП. 67 человек в них погибли, 251 получили травмы. По третьему вопросу отчитался первый заместитель руководителя Департамента полиции. По его словам, особенно вызывает опасения ситуация на республиканских трассах. Галина Жемеденович, в этой связи необходимо пересмотреть вопрос о возврате полицейским полномочий по проверке автотранспортных средств и водителей на предмет выявления вождения в алкогольном, наркотическом опьянении и в целом на проверку состояния транспорта. Просим вас поднять этот вопрос на уровне правительства. Еще один вопрос – недостаточный контроль со стороны руководства автобусных парков по соблюдению графика движения маршрутных автобусов. Его тоже, считаю, нужно рассмотреть тщательным образом. Полицейский озвучил и проблему с беспризорным скотом на дорогах, из-за которого также множество несчастных случаев. Управлению автомобильных дорог было поручено обновить информационные билборды на трассах с просьбой сообщать полиции на 102, либо в местные акиматы о нахождении скота на дорогах для привлечения к ответственности владельцев и возмещения ущерба пострадавшим. Данный звонок будет фиксироваться в базе данных, и участковая полиция вместе с акимами сельских округов должны обеспечить фиксацию и отправлять такой скот на штрафные стоянки. Сейчас вот сказали, около 100 штрафных стоянок открыли по всей области, но надо, чтобы они эффективно работали как первому заместителю своим поручаям Арман Харимовичу, провести массовый пересчет скота в каждом дворе, какой скот находится. Если завтра возле этого аула будет обнаружен без идентификации скот, значит, ответственность будет акима этого аула и района. До конца года все поручения необходимо выполнить и строго следить за ситуацией на дорогах, чтобы прийти к конкретным результатам и сделать по ним выводы. Также на аппаратном совещании Аким области сообщил, что на должность руководителя управления внутренней политики назначен Ерлан Галиев.